Добрый день, меня зовут Виктор Занимович Достов, я научный руководитель Центра технологии распределённых реестров, и я один из авторов и преподавателей образовательной программы «Цифровая трансформация с использованием технологии распределённых реестров». Это мои любимые детище, мне сложно о ней рассказывать объективно, тем не менее я от лица нашего прекрасного преподавательского коллектива постараюсь это сделать. Я даже набросал в специальной заметке, что мой рассказ был последовательно объективным, и я, собственно, постараюсь сейчас по ним вам подробно рассказать, чем вы занимаетесь. Про что программа? Программа посвящена всем сложным процессам, которые происходят современным бизнесом, который оказался неожиданно погружен в цифровую эру. Все те процессы, которые большие компании, маленькие компании, начинающие стартапы проходят под влиянием прекрасных новых технологий, которые появляются с каждым днём, которые становятся всё мощнее, завлекательнее и интереснее. Кому предназначена эта программа? Эта программа предназначена в очень широком округе студентов. Во-первых, мы видим среди наших магистрантов, сотрудников корпораций, которые уже имеют определённый опыт корпоративной работы над проектами, но которым необходимо улучшить своё знание в современных методах цифровой трансформации, возможно, глубже понятия в студии. Вторая категория – это студенты, которые только планируют стать сотрудниками большой компании, или большой корпорации, в этом смысле наша программа им определённо даст весь необходимый базис, чтобы успешно получить эту работу и на ней по внутренней успеть. Третья категория – это госслужащие. Нынешняя ситуация с государственным управлением абсолютно неразвенно связана с цифровой технологией. Россия является одним из лидеров цифровых технологий в государственном управлении, и эффективный использование этих технологий, несомненно, поможет как профессиональному росту, так и достижению поставленных в предсоблицах. Определённый интерес, я бы даже сказал, может быть, большой интерес, наша программа представляет для тех, кто задумал свой стартап. Как человек, который довольно много занимался практической деятельностью, который на самом деле является, в любом смысле, ровесником цифровизации, поскольку моя профессиональная деятельность, компьютер, интернет и цифровизация начались практически одновременно, я прекрасно понимаю, насколько полезно иметь возможность воспользоваться историческим опытом. Не набивать шишки, не искать путей, которые уже давно известны, а просто прийти на лекцию, послушать, деконспектировать, выучить и успешно эти знания использовать. В чём уникальность нашей программы? Наверное, опять-таки, как человек, умеющий опыт классического образования, как физик-теоретик по образованию, и человек, занимавшийся предпринимательством, я бы сказал, что это уникальное сочетание такого очень мощного классического бэкграунда, который является неотъемлемым участником Санкт-Петербургского государственного университета в протяжении всего существования, и возможности подключить к этому бэкграунду самые современные знания, самое современное академическое и практическое понимание происходящих процессов. Курс построен в виде некой интеграции вертикальной и горизонтальной составляющей. Под горизонтальной я имею в виду то, что мы даём очень широкий спектр знаний. Мы даём понимание не только технологии получения, мы даём понимание технологии больших данных, мы рассказываем про искусственный интеллект, мы рассказываем, как устроено современное программирование, мы рассказываем про машинное обучение, про множество других интересных вещей. Однако это не столько и не столько технологические или академические курсы. Над каждым из этих предметов мы строим такую вертикаль, пытаясь рассказать не только, как работает эта технология, зачем она нужна, но ещё как устроена экономика, которая связана с этой технологией, какие изменения применения этой технологии ведёт к корпоративному управлению, какие показатели компании могут улучшаться, какие показатели могут ухудшаться, как оценивать все применения по лучшим эффектам от этих новых знаний. И, в общем, все другие вещи, которые нужны для того, чтобы понять, как использование всех этих процессов приведёт к изменению в бизнесе, в государстве и в обществе. Как я уже сказал, блокчейн является одной из компонентов нашего образовательного процесса. Почему блокчейн и почему Центр технологий распределённых реестров? Я думаю, что Центр технологий распределённых реестров, в отличие от Санкт-Петербургского государственного университета, всё-таки нуждаются в этом представлении. И о нём можно сказать, что Центр является частью одной из составляющих государственной научно-технической инициативы. Это Центр компетентности. Центр компетентности является специализированной. Наша специализация – это блокчейн. Центр был создан несколько лет назад. И основной его задачей является не только создание новых проектов, но ещё и преодоление правовых барьеров, активная образовательная деятельность, академические исследования, создание некой комьюнити людей, специалистов, неравнодушных энтузиастов, которые действительно глубоко вовлечены и интересуются по технологии. Я бы к этому добавил, что блокчейн сам по себе является прекрасным объектом, чтобы на нём строить образовательный процесс. Эта штука достаточно сложная, но при этом очень интересная, имеющая очевидные практические применения и могущая абсолютно кардинальным способом поменять нашу жизнь, наше общество, пути, которым мы делаем бизнес, пути, которым мы общаемся с государством, в котором мы изъявляем нашу волю. И, в общем, на самом деле, наверное, много других аспектов, которые здесь тоже можно было бы применять. Центр действительно занимается очень интересной вещью. Моим любимым проектом являются проекты, связанные с голосованием. Это проект Криптовечи и другие проекты. Эти проекты направлены на то, чтобы дать людям возможность осуществлять точное, не классифицируемое более заявление онлайн, находясь удаленно от каких-либо избирательных участков. И что очень приятно, этот проект из такой математической, технологической затеи очень быстро превратился в практическую. Уже в прошлом году Центр избирком использовал этот проект для того, чтобы провести реальное голосование в Ленинградской области и чтобы обеспечить наблюдателей хорошим инструментом для выполнения их непростой наблюдательской работы. Про что эта программа в целом? Мы с вами поговорили про частности, но, наверное, всегда надо попытаться сформулировать какой-то общий момент, какую-то общую компоненту. На самом деле, это действительно программа о том, что наше общество очень быстро меняется, скорость этих изменений все время ускоряется, но, обладая знанием этих изменений, понимая, как они работают на структурном уровне, эти изменения мы можем обратить себе на пользу. Мы можем обратить их на пользу государству, на пользу обществу, и, в общем, что тут скрывать, мы можем заниматься интересными, полезными, очень увлекательными вещами. Надо сказать, что еще одной очень сильной стороной является преподавательский состав. Как вы понимаете, в университете есть самые разносторонние преподаватели. Для наших преподавателей есть прекрасные академические ученые, для наших преподавателей есть практики, для наших преподавателей есть люди, которые объединяют в одном лице и академическую карьеру, и большой практический опыт новых технологий. Надо сказать, что мы абсолютно не замыкаемся в наших внутренних рамках, к нам периодически приходят интересные люди, про большие данные нам рассказывают, например, люди из Яндекса, про анализ информации нам рассказывают люди, занимающиеся платежными системами. Мы проводим различные конференции, студенческие, профессиональные. Это такой большой плац деятельности, в который мы стараемся вовлечь как можно больше народа. Сам университет в качестве центра компетенции является центром консорциума, в который входит ряд вузов и компаний. И это тоже очень положительный момент, потому что мы можем обменяться знаниями, мы можем использовать практический опыт, пользуясь таким слегка затертым выражением на острие прогресса. Наша программа достаточно юная, ей всего два года, тем не менее мы можем абсолютно однозначно сказать, что она интересна. У нас очень хорошие студенты, редата увлеченно занимаются, редата очень активно занимаются деятельностью проектной, и, соответственно, эти проекты носят не чисто образовательный или теоретический характер. Мы надеемся, что ряд проектов могут быть конвертированы как практические затеи, так и, в общем, достаточно интересные силы. Надо сказать, что эти проекты обычно связаны с какими-то публикационными деятельностями, и мы, в принципе, рассчитываем, что, по крайней мере, ряд наших студентов к концу курса обучения будут иметь какое-то количество вполне себе квалифицированных, высокого научных статьи в различных мерах. Мы это уже видим, и, собственно, мы надеемся, что эта тенденция будет импульсивно развиваться дальше. Такой подход дает для студентов прекрасную возможность. Вы можете во время процесса образования начать какой-то проект, выбор проекта из числа тех, которые развиваются в центре, из проектов, которые развиваются в компаниях наших партнеров, были предназначены что-то самим. И наша преподавательская команда, наша команда-практика будет обеспечивать во время проекта активную поддержку, которая, как я надеюсь, позволит вам, если вы обладаете достаточным количеством решимости, энтузиазма и увезения, в конце концов, конвертировать эти проекты в что-то реальное, действующее, приносящее вполне конкретную прибыль. Вторым моментом действительно является возможность академической карьеры, потому что то, что вы выучите у нас, действительно достаточно уникально. Не так много вузов предлагает курсы с практической направленностью. Я думаю, сочетание высокого уровня преподавания с практической направленностью лекций действительно может стать для вас уникальным ключевым преимуществом в академической карьере. Таким образом, подводя итог, я, наверное, возьму себя смело сказать, что мы действительно сделали хороший образовательный курс. Приходите к нам, мы абсолютно точно можем вам пообещать, что вы получите уникальный багаж знаний, что вы выйдете специалистом, имеющим большой опыт контакта с абсолютно практическими проектами. Вы научитесь не только теоретическим дисциплинам, вы прекрасно научитесь коммуницировать с коммерциями по бизнесу. Чтобы подытожить мою речь, я вернусь к технологии врачи. Это действительно очень интересная и уникальная технология. Наверное, такие технологии возникают раз в десятилетия. И мы верим, что использование этой технологии действительно станет ключевым фактором успеха для всех, кто этой технологией занимается. Однако я бы хотел сказать, что независимо от того, планируете ли вы как-то связать свою карьеру с блокчейном, или вы планируете связать свою карьеру с другими компьютерными технологиями, или вы хотите связать свою карьеру с супровой трансформацией бизнеса в целом, наш образовательный курс станет для вас прекрасным образом. Мы снабдим вас уникальным набором знаний, который поможет вам в большинстве ситуаций абсолютно четко понять, куда движется. И, что может, на самом деле, еще более важно, если вы окажетесь в ситуации, в которой вы что-то не знаете и не понимаете, вы будете однозначно хорошо понимать, куда нужно обратиться, что нужно почитать и что нужно выучить. К этому я бы еще добавил, что вы будете учиться в прекрасном коллективе. И я думаю, что ваше общение с преподавателями, ваше общение с приглашенными специалистами, ваше общение на конференциях внутри университета абсолютно однозначно не станет мимолетным для людей. Обучение у нас позволит сформировать вам плотные связи, которые, несомненно, помогут вам сделать дальнейшую карьеру. Мы будем очень рады видеть вас в числе студентов, будем рады видеть вас в следующем году. Я надеюсь, что мой рассказ действительно оказался объективным, абсолютно соответствующим в действительности. До встречи, спасибо вам за внимание и всяких вам удач. До свидания. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Юрий Николаевич. Да, вот только что у нас было в режиме видеозаписи выступление руководителя образовательной программы магистратуры Виктора Валерьевича Достова. Наверное, Юрий Николаевич, после вашего рассказа я еще раз его поставлю, и на этом мы завершим нашу трансляцию. Да, вот сейчас вы можете рассказать более подробно, наверное, об образовательной программе. И можете запустить демонстрацию экрана. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Итак, мы представляем магистрскую программу очно-завочную «Цифровая трансформация с использованием технологий распределенных ЕС». Значит, она относится к бизнес-информатике, УГС соответствующей нам. Программа магистратуры – это вот цифровая трансформация с использованием технологий распределенных реестров или блокчейнов. Это уникальная программа. В Российской Федерации как бы считанные единицы такого рода программ на сегодняшний день существует. Она сочетает традиции классического образования, подготовки экономистов и управленцев с современными инновациями российского и зарубежного бизнес-образования в условиях развития цифровой экономики. Я хочу сказать, что наши коллеги как бы параллельно с созданием этой программы еще подготовили целый набор онлайн-курсов, которые размещены как на платформе открытого образования, так и на платформе Курсера. Ну, вот мы ежегодно набираем где-то порядка 10 человек на платной основе. Ну, экзамены, конкурс документов соответствующие на сайте Санкт-Петербургского университета их можно найти. Много говорится сейчас о цифровой экономике. Вот недавно наши студенты проводили битву цифровых технологий в рамках цифрового БАВа. Как бы это такое всероссийское мероприятие, но я думаю, что оно будет и международным. Конечно, сейчас в связи с коронавирусом мобильность студентов сокращается, но и преподаватели тоже, но вот контакты как бы развиваются и цифровые технологии помогают в этом преодолевать проблему, которую мы называем скорлупизацией, то есть самоограничений человека вот в условиях коронавируса. Поэтому вот система экономических, социальных, культурных отношений, основанных на использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий, получает свое развитие и достаточно успешно. И, собственно, этими вопросами занята ключевым образом данная магистрская программа. Вот и главная ее направленность все-таки цифровизация – это повышение производительности труда и создание новых продуктов, соответствующих, ну и помощь в реализации традиционных продуктовых технологий, но с использованием цифровизации. Более того, вот использование цифровых технологий становится конкурентным преимуществом и достаточно серьезным. На рынке подобных специалистов пока немного и готовит их ограниченное число вузов, но мы в том числе один из вузов, который генерирует, условно скажем, цифровизаторов. Хотя это специалисты в бизнес-информатике. Но в основе программы лежит междисциплинарный подход и здесь как бы синтез такой экономики, менеджмента, права, информационных технологий, математики. Собственно, экономический и менеджерский модуль тоже представлен достаточно известными экономистами и специалистами в области менеджмента, которые занимаются вопросом применения цифровых технологий. Это становится уже не объектом моды, а объектом повседневной деятельности. На наш взгляд, и бизнес-среда тоже воспринимает эти элементы. Конечно, правовой модуль тут забывать ни в коем случае нельзя, поскольку развитие смарт-контрактов, смарт-фирм – это новое развитие правовых технологий и вообще правовой ментальности как экономистов, так и информационщиков соответствующих. Ну, а, собственно говоря, тот взрывной всплеск развития цифровых и информационных технологий является неким драйвером развития и общества, и экономики как таковой. В Санкт-Петербурге был образован центр технологий распределенных реестров и создан даже консорциум у целого ряда структур и вузов. И надо сказать, что определенные практические действия были достигнуты. Наш ученый совет работает на базе системы голосования криптовечия. И опробирована была блокчейновая технология в рамках голосования, проводимых в Ленинградской области. Поэтому вот практическая апробация, к которой имели отношение как преподаватели нашей программы, так и, в общем-то, магистры, студенты. Но вот миссия программы – это все-таки расширение компетенции профессионалов различных профилей, то есть менеджеров, юристов, экономистов, технических специалистов, информационщиков, но с синтетическим пониманием процесса цифровизации современной экономики и способности применять имеющиеся в них навыки к анализу и управлению происходящими процессами, в первую очередь бизнес-процессами. Хотя надо сказать, что и общественные процессы тоже подвергаются цифровизации, и здесь не меньшая потребность как бы существует в экономике цифровизации. Это и образовательного процесса, конечно, и вообще офисная работа сейчас подвержена цифровизации, особенно в условиях риска соответствующей пандемии. и мы не знаем, когда завершится, в том числе и карантинные мероприятия. Офисная работа, учитывая, что в нее обличено в экономике только Российской Федерации, скорее всего, больше 10 миллионов занятых, конечно, здесь цифровизация играет колоссальную роль, и вот возможность работать на дому, которая реализуется сейчас тоже должна поддерживаться цифровыми технологиями. Мы используем и международное сотрудничество, и у нас работает целый ряд зарубежных ученых, в том числе и на отдаленной. Как бы с нами работал и Нобелевский лауреат, и господин Писеринис, и наработки монографий, которые созданы, тоже не используются в рамках данной образовательной программы. Целевая аудитория, на которую рассчитана эта программа, это менеджеры высшего и среднего размера, предприниматели разного уровня, выпускники бакалавских, программные специалитеты, но также выпускники магистрских программ, если они хотят сменить вот сферу деятельности. Структура программы, здесь мы как бы просматриваем следующие курсы, это экономика, экономика, продвинутые уровни, введение в цифровую экономику, введение в аналитику больших данных, разные как бы программы, описывающие цифровую экономику, ну и вот даже цифровизация личности, кстати говоря, с этим связан, очень серьезная проблема, о которой я сказал, с калапизацией человека, и преодоление вот некого коммуникационного разрыва и создания цифровой коммуникации, это тоже очень важный аспект. Ну, реальный сектор описывается целым набором курсов, это и цифровая трансформация, и деловая культура. Конечно, особое значение имеют курсы, которые подходят, по крайней мере, или подводят к серьезнейшей и научной, и технической, и практической проблеме искусственного интеллекта. Пока это, конечно, гипотеза, но для реализации этой гипотезы большие усилия предпринимаются, в том числе на ниве на роботизации разного рода и создании программных продуктов, ну, скажем так, смарт-продуктов. Ну, и как бы не отходим видны и офисные процессы, цифровизация налогообложения, цифровизация вычета и эллигита, это тоже направленность, которая реализуется в данной программе. Конечно, финансовый сектор и его цифровизация, но мы один из немногих вузов, где не используется информационная, достаточно дорогая информационная база, в Ломберг, и возможность студентов как бы работать в ней реализуются, готовить в том числе выпускные работы и научные статьи. Кроме того, ну, практически весь спектр вопросов финансов так или иначе отражается здесь, и, ну, ключевое направленность здесь знакомство с финтехом как таковым. Это тоже новое направление цифровизации финансов, которое в рамках учебного процесса рассматривается. Ну, и, собственно, информационные технологии, их эволюция, их развитие является объектом исследования в ряде учебных программ, методы интеллектуального анализа, представления данных технологий блокчейн, как бы принципы работы в области применения, конечно, являются достаточно интересными и важными курсами. Ну, общие образовательные, как бы, курсы касаются проблем государственного регулирования, кстати говоря, цифровизации, появился новый термин правовые песочницы, где пробируются новые законодательства, результаты воздействия, которые достаточно сложно предсказать, потому что они описывают новые цифровые технологии их использования как в обществе, так и... Поэтому вот создание этих песочниц, неких таких систем апробации, правового регулирования, это важный фактор и достаточно новое явление в праве. Ну, методы обучения, конечно, у нас достаточно разнообразные, тем более цифровизация тоже воздействует на факторы, и у нас есть и классические приемы, лекции, семинары, но и современные формы, кейсовые, бизнес-симуляции, практикумы, мастер-классы, онлайн-курсы развиваются, и коммуникации из цифровой сферы приходят на вооружение как наших преподавателей, так и студенческая среда тоже использует эти схемы, и участие в международных конференциях, онлайн, как бы тоже становится реальным фактором жизни. Ну, в результате слушатели должны получить новые компетенции, то есть это возможность использовать тот теоретический и практический багаж, который они получают в ходе обучения на магистрской программе, ну, и пытаться применять это на практике, есть возможность принять участие и в грантах параллельно, которые выполняются нашими преподавателями с привлечением студентов, а также использовать в рамках научных конференций либо практических каких-то действиях на своем рабочем месте. Потому что цифровизация в офисе коснется каждого и готовиться к этому нужно сегодня, сейчас. И возможность вот в период как бы ломки такой революционной получить новые компетенции, это важный фактор конкурентоспособности будущего работника. Вот компетенции, которые мы представляем здесь, аналитического плана и управленческие компетенции, возможность общения с преподавателями, которые обладают целым верным компетенцией и являются консультантами крупных компаний, и тут возможность может быть даже и новое рабочее место себе продумать, но нужно проявлять соответствующую активность и настойчивость и циверосупотребленность в получении новых, я бы сказал, цифровых знаний. Ну вот ведущие специалисты, которые работают с нами, вы видите, тут и иностранные участники, и наши ведущие сотрудники как научных подразделений, так и лечебных подразделений. Партнерами программы, конечно, выступают крупные технологические корпорации Санкт-Петербурга и еще международный опыт достаточно. Кроме того, целый ряд крупнейших корпораций международных корпораций России участвуют в этом процессе. Ну, вот виды профессиональной деятельности, где это можно использовать, потенциальные места работы, позиции выпускников, как бы претендующих на повышение в области офисной карьеры, конечно, касается этой как экономистов, так и, в общем, специалистов в области информационных технологий. Ну, контакты, которые стоит вам учесть, зафиксировать и адреса, и телефоны, если вас интересует эта программа. Мы ждем вас в новом учебном году и надеемся на плодотворное сотрудничество. Спасибо за внимание. До свидания. Юрий Николаевич, спасибо большое за ваш рассказ. Сейчас я тогда еще раз запущу презентацию научного руководителя программы Виктора Валерьевича Достова. Если кто-то из наших поступающих не подключился с самого начала, можно будет еще раз посмотреть. Спасибо большое. У нас никаких вопросов, через наш чат не поступало на данный момент. Андрей Львович, если можно, только звук прибавьте. Да, звук я уже сделал на максимум, но вот, к сожалению, это максимальный звук вот самой записи такой у нас. Спасибо. Да, спасибо. Добрый день. Меня зовут Виктор Валерьевич Достов. Я научный руководитель Центра технологии распределённых реестров и я один из авторов и преподавателей образовательной программы «Цифровая трансформация с использованием технологии распределённых реестров». Это мое любимое детище. Мне сложно о ней рассказывать объективно, тем не менее, я от лица нашего прекрасного преподавательского коллектива постараюсь это сделать. Я даже набросал в специальной заметке, что мой рассказ был последовательно объективным, но, собственно, постараюсь сейчас по ним вам подробно рассказать, чем мы занимаемся. Про что программа? Программа посвящена всем сложным процессам, которые происходят современным бизнесом, который оказался неожиданно окружен в цифровую эру. Все те процессы, которые большие компании, маленькие компании, начинающие стартапы проходят под влиянием прекрасных новых технологий, которые появляются с каждым днём, которые станутся всё мощнее, завлекательнее, интереснее. Кому предназначена эта программа? Эта программа предназначена очень широкому клубу студентов. Во-первых, мы видим среди наших магистрантов, сотрудников корпораций, которые уже имеют определенный опыт корпоративной работы над проектами, но которым необходимо улучшить своё знание современных методик цифровой конформации, возможно, глубже по некоторым случаям. Вторая категория — это студенты, которые только планируют стать сотрудниками большой компании, небольшой корпорации. В этом смысле наша программа им определенно даст есть необходимый базис, чтобы успешно получить эту работу на ней вполне прориспеть. Третья категория — это госслужащие. Нынешняя ситуация с государственным управлением абсолютно неразрывно связана с цифровыми технологиями. Россия является одним из лидеров цифровых технологий в государственном управлении, и эффективно использование этих технологий несомненно поможет как профессиональному росту, так и достижениям поставленных в целом цифровых технологий. Определенный интерес, я бы даже сказал, может быть, большой интерес к нашей программе представляет для тех, кто задумал свой стартап. Как человек, который довольно много занимался практической деятельностью, который на самом деле является в том, в том, что ровесником цифровизации, поскольку моя профессиональная деятельность — компьютер, интернет и цифровизация начались практически одновременно, я прекрасно понимаю, насколько полезно иметь возможность воспользоваться историческим опытом. Не набивать шишки, не искать пути, которые уже давно известны, а просто прийти на лекцию, послушать, законспектировать, выучить и успешно эти знания использовать. В чем уникальность нашей программы? Наверное, опять-таки, как человек, имеющий опыт классического образования, как физик-теоретик по образованию и человек, занимавшийся предпринимательством, я бы сказал, что это уникальное сочетание такого очень мощного классического бэкграунда, который является неотъемлемым участником Санкт-Петербургского государственного университета на протяжении всего существования, и возможности подключить к этому бэкграунду самые современные знания, самое современное академическое и практическое понимание происходящих процессов. Курс построен в виде некой интеграции вертикальной горизонтальной составляющей. Подгоризонтальной я имею в виду то, что мы даем очень широкий спектр знаний. Мы даем понимание не только технологии выучения, мы даем понимание технологии больших данных, мы рассказываем про искусственный интеллект, мы рассказываем как устроено современное программирование, мы рассказываем про машинное обучение и про множество других интересных вещей. Однако это не столько и не столько технологические или академические курсы. Над каждым из этих предметов мы строим такую вертикаль, пытаясь рассказать не только как работает эта технология, зачем она нужна, но еще как устроены экономика, которая связана с этой технологией, какие изменения применения этой технологии ведет к корпоративному управлению, какие показатели компании могут улучшаться, какие показатели могут улучшаться, как оценивать все прямые побольше эффекты от этих новых знаний и в общем все другие вещи, которые нужны для того, чтобы понять как использование всех этих процессов приведет к изменению в бизнесе в государстве и в обществе. Как я уже сказал, блокчейн является одной из компонентов нашего образовательного процесса. Почему блокчейн и почему Центр технологии распределенных реестров? Я думаю, что Центр технологии распределенных реестров, по отличие от Петербургского государственного университета, все-таки нуждается в этом представлении. И о нем можно сказать, что Центр является частью одной составляющей государственной научно-технической инициативы. Это Центр компетентности. Центр компетентности является специализированной. Наша специализация это блокчейн. Центр был создан несколько лет назад. И основной его задачей является не только создание новых проектов, но еще и преодоление правовых барьеров, активная образовательная академические исследования, создание некой комьюнити людей, специалистов, неравнодушных энтузиастов, которые действительно глубоко вовлечены и интересуют эту технологию. Я бы к этому добавил, что блокчейн сам по себе является прекрасным объектом, чтобы наимствовать образовательный процесс. Эта штука достаточно сложная, но при этом очень интересная, имеющая очевидные практические применения и могуще абсолютно кардинальным способом поменять нашу жизнь, наше общество, пути, которыми мы делаем бизнес, пути, которыми мы общаемся с государством, которыми мы изъявляем нашу волю и в общем на самом деле наверное много других аспектов, которые здесь тоже можно было бы поменять. Центр действительно занимается очень интересная вещь. Моим любимым проектом являются проекты, связанные с голосованием. Это проект Криптовечи и другие проекты. Эти проекты направлены на то, чтобы дать людям возможность осуществлять точное, нефальсифицируемое более заявление онлайн, находясь удаленно от каких-либо избирательных участков. И что очень приятно, этот проект из такой математической, технологической затеи очень быстро превратился в практическую. Уже в прошлом году Центр избирком использовал этот проект для того, чтобы провести реальное голосование в Ленинградской области и чтобы обеспечить наблюдателей хорошим инструментом для выполнения их непростой наблюдательской работы. Про что эта программа в целом? Мы с вами поговорили про частности, но, наверное, всегда надо попытаться сформулировать какой-то общий момент, какую-то общую компоненту. На самом деле, это действительно программа о том, что наше общество очень быстро меняется, скорость этих изменений все время ускоряется, но, обладая знанием этих изменений, понимая, как они работают на структурном уровне, эти изменения мы можем обратить себе на пользу. Мы можем обратить их на пользу государству, на пользу обществу, и, в общем, что тут скрывать, мы можем заниматься интересными, полезными, очень увлекательными вещами. Надо сказать, что еще одной очень сильной стороной является преподавательский состав. Как вы понимаете, в университете есть самые разносторонние преподаватели. Для наших преподавателей есть прекрасные академические ученые, для наших преподавателей есть практики, для наших преподавателей есть люди, которые объединяют в одном лице и академическую карьеру, и большой практический опыт новых технологий. Надо сказать, что мы абсолютно не замыкаемся в наших внутренних рамках, к нам периодически приходят интересные люди, про большие данные нам рассказывают, например, люди из Яндекса, про анализ информации нам рассказывают люди, занимающиеся потребными системами, мы проводим различные конференции студенческие, профессиональные. Это такой большой плац деятельности, в который мы стараемся вовлечь как можно больше народа. Сам университет в качестве центра компетенции является центром консорциума, в который входит ряд вузов и компаний. И это тоже очень положительный момент, потому что мы можем обниматься знаниями, мы можем использовать практический опыт, и быть, пользуясь таким слегка затертым выражением на острие прогресса. Наша программа достаточно юная, ей всего два года, тем не менее, мы можем абсолютно однозначно сказать, что она интересна. У нас очень хорошие студенты, ребята увлеченно занимаются, ребята очень активно занимаются деятельностью проектной, и, соответственно, эти проекты носят не чисто образовательный или теоретический характер. Мы надеемся, что ряд проектов могут быть конвертированы как в практические затеи, так и, в общем, достаточно интересные снижения. Надо сказать, что эти проекты обычно связаны с публикационной деятельностью, и мы, в принципе, рассчитываем, что, по крайней мере, ряд наших студентов к концу курса обучения будут иметь какое-то количество вполне себе квалифицированных и сокроводных научных статей в различных журналах. Мы это уже видим, и, собственно, мы надеемся, что эта тенденция будет эффективно развиваться дальше. Такой подход дает для студентов прекрасную возможность. Вы можете во время процесса образования начать какой-то проект, выбор проекта из числа тех, которые развиваются в центре, из проектов, которые развиваются в компаниях наших партнеров, или применить что-то самих. И наша преподавательская команда, наша команда практик будет обеспечивать во время проекта активную поддержку, которая, как я надеюсь, позволит вам, если вы обладаете достаточным количеством решимости, энтузиазма и везения, в конце концов, конвертировать эти проекты в что-то реальное, действующее, приносящее вполне конкретную прибыль. Вторым моментом действительно является возможность академической карьеры, потому что то, что вы выучите у нас, действительно достаточно уникально. Не так много вузов предлагает курсы с практической направленностью. Я думаю, сочетание высокого уровня преподавания с практической направленностью лекций действительно может стать для вас уникальным ключевым преимуществом в академической карьере. Таким образом, подводя итог, я, наверное, возьму на себя смелость сказать, что мы действительно сделали хороший образовательный бонус. Приходите к нам, мы абсолютно точно можем вам пообещать, что вы получите уникальный багаж знаний, что вы выйдете к специалистам, имеющим большой опыт контакта с абсолютно практическими проектами, вы научитесь не только теоретическим дисциплинам, вы прекрасно научитесь коммуницировать с коллегами по бизнесу. Чтобы подытожить мою речь, я вернусь к технологии больше. Это действительно очень интересная и уникальная технология. Наверное, такие технологии возникают раз в десятилетия. И мы верим, что используя эту технологию действительно станет ключевым фактором успеха для всех, кто этой технологией занимается. Однако я бы хотел сказать, что независимо от того, планируете ли вы как-то связать свою карьеру с блокчейном, или вы планируете связать свою карьеру с другими компьютерными технологиями, или вы хотите связать свою карьеру с цифровой трансформацией бизнеса в целом, наш образовательный курс станет для вас прекрасным выбором. Мы снабдим вас уникальным набором знаний, который поможет вам в большинстве ситуаций абсолютно четко понять, куда движется, и, что может, на самом деле, еще более важно, если вы окажетесь в ситуации, в которой вы что-то не знаете, не понимаете, вы будете однозначно хорошо понимать, куда нужно обратиться, что нужно почитать и что нужно выучить. К этому я бы еще добавил, что вы будете учиться в прекрасном коллективе, и я думаю, что ваше общение с преподавателями, ваше общение с приглашенными специалистами, ваше общение на конференциях внутри университета абсолютно однозначно не станет мимолетным. Обучение у нас позволит сформировать вам плотные связи, которые, несомненно, помогут вам сделать дальнейшую карьеру. Мы будем очень рады видеть вас в числе студентов, будем рады видеть вас в следующем году, и я надеюсь, что мой рассказ действительно оказался объективным, абсолютно соответствующим действительностью. До встречи, спасибо вам за внимание, и всяких вам удач. До свидания.